Итак, сегодня по громкому делу худрука-педофила, который долгие годы совращал малолетних детей, но оставался безнаказанным, была поставлена точка. Артему Решетникову, который обвиняли в надругательстве над малолетними мальчиками в детских лагерях, был вынесен приговор. Напомню, эта история получила огласку благодаря нашим журналистам. И что самое страшное, вопреки усилиям руководства лагеря. 32-летний Артем Решетников с 2002 года работал в детских учреждениях и за последнее время он сменил 9 мест работы. Всегда устраивался работать в учреждения, связанные с детьми. Все раскрылось, когда к нам в редакцию обратились родственники одного из вожатых лагеря «Салют», где работал Решетников. Они сообщили, что худрук надругался над 10-летним мальчиком. А когда коллеги Решетникова сообщили об этом руководству лагеря, те решили историю замять и попросили худрука уйти, что называется, по-тихому. Когда эта история вышла в эфир, раскрылось еще два эпизода надругательства худрука над 11-летним и 12-летним мальчиком. Один тоже в салюте, а второй совсем в другом лагере. В итоге Решетникова задержали, но свою вину он отрицал. Все судебные заседания были закрытыми, но, как сообщало следствие, показаний Артем Решетников не давал. И вот сегодня его доставили в суд для вынесения приговора. Что удивительно, сам подсудимый, несмотря на всю серьезность ситуации, был в приподнятом расположении духа. Здравствуйте. Артем Сергеевич, на какое решение? Мы нашли, кто-то прикрывал, который это все сделал. На что вы рассчитываете? Как настрой? Как всегда, критивный. Решетников Артем Сергеевич признателен о совершении трех преступлений. Предусмотрено статьей 132, частью 4 пункта МГУ ГК РФ. И назначить Решетникову наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. Назначить Решетникову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 3 года. И с установлением, соответственно, статьей 53 Уголовного кодекса следующих ограничений. Не выезжать за пределы территории муниципального образования, на территории которой Решетников будет проживать после отбывания лишения свободы. Не изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа. Применить в отношении Решетникова принудительные меры медицинского характера в виде мабулаторного принудительного лечения и наблюдения у психиатра. Приговор понятен? Копия приговора будет вручена в понедельник. Артем Сергеевич, как оцените решение суда? Ну, я знал. Все, только начинай. Все, остаемся в свои места, все нормально. Для себя сейчас признали виновным? Похож на идиот. Будете обжаловать приговор? Безусловно, конечно, будет. С чем согласны? Мы изложим все апельсионные жалобы, и это будет известно. После всего произошедшего в салюте уволили постовую сестру и руководителя центра. Однако лагерь-салют не первый, где Решетникова ловили на совершение, на совращение малолетних мальчиков. Но руководство детских учреждений предпочитало не поднимать скандал. Своих жертв Решетников обычно выбирал из социально неблагополучных семей. И родители, если все раскрывалось, убеждали молчать, а худрука просто тихо увольняли. Он устраивался в другой лагерь, и все повторялось. В лагере-салют, где молчали все, и руководство, и вожатые. Если бы не вмешательство наших журналистов, все опять бы повторилось. Откуда это равнодушие к детям в педагогической среде? Мы попытались поговорить об этом в лагерях, где Артем Решетников совершал насилие. Почему никто из сотрудников не пересекал противоправные действия художественного руководителя? Можете ответить на этот вопрос? После этого случая были сделаны какие-то выводы? Я не буду давать комментарий по этому случаю. Это не мой случай. Я не владею всей информацией в полном объеме. Я не занимаюсь этой работой и не несу ответственности за нее. А кто несет ответственности? Я как нормальный парень, вроде ничего себе. По крайней мере, не было там замечено, что там пьянки, там чего-то. Там его сторону лица никак бы не было. А почему он уволился так быстро из вашего лагеря? Не могу сказать. Вроде как бы строго здесь. По крайней мере, я вот работаю здесь. Если есть кто-то, он будет в столбике, как бы наказывает и увольняют. Почему сотрудники лагеря вовремя не пресекали противоправные действия? Такие люди, они не показываются на виду. Значит, имел подход к людям. Отношения стали строжие. Пропускная система появилась. Даже родительских дней не стало. Ну, в принципе, все дети привыкли. Кстати, на сегодняшнем заседании никто из родственников или знакомых Артема Решетникова не появился.